Всем привет на канале Александр Эмбрест Сегодня долгожданный обзор шуруповерта Риоби из линейки OnePlus РЦД 1802 Для начала кратко о шуруповерте 13 мм патрон самозажимной оснащен шуруповерт блокадой патрона регулятор усилия естественно есть он двухскоростной максимальное усилие развиваемое заявленное 50 ньютон метров работает от 18 вольтовой батареи эргономичный прорезиненный в принципе хороший шуруповерт также в этом шуруповерте имеется подсветка но и магнит в основе для к примеру бит я биту повесил и она тут у нас болтается то же самое можно и с болтами проделать также здесь встроен уровень но это уже понты ну а теперь до потрохов сразу можем увидеть что магнит не совсем ради прикола держит хорошо ну и лезем внутрь ну взглянув на кнопку не вижу ничего особенного в принципе в дешевых китайцах ну по крайней мере с виду стоят очень похожие кнопки ну естественно от кнопки у нас идет провод к диодику вот на такой платке диод расположен у нас ну а с другой стороны естественно пошли на двигатель двигатель стоит довольно внушительных размеров вот чисто для сравнения от 62-71 Макита ну и давайте доставать здесь достается это в принципе все как и в любых других шуруповертах очень легко вот остается наш переключатель и реверс ну вот и пришло время рассмотреть наш редуктор шестеренки железные однако венец переключения уже идет пластиковый для того чтобы снять наш венец переключения нам надо снять скобу скобу можно снять открутив вот эти болтики с одной и со второй стороны вот мы открутили и остается лишь отверточкой с одной и так со второй стороны подковырнуть значит строение редуктора похоже на Макиту то есть вот наши пластиковые зубчики которые обычно в Маките вылетают только в отличии от Макиты здесь и вот этот венец переключения пластиковый однако это не значит что этот редуктор хуже в Риобе в отличии от Макиты к примеру 6281 косяка с редуктором такого явного не будет потому что здесь очень жесткий переключатель то есть в Маките из-за того что переключатель не очень жесткий иногда да бывает сползает и вылетает редуктор ну я конечно не говорю что они вечные да навернется сто процентов что-нибудь но тем не менее то что пластиковые эти запчасти не пугайтесь сильно также я думаю многие заметили вот эту металлическую запчасть и думаю для чего она а эта запчасть создает вот этот звук каким образом попадая вот в эти углубления той металлической пластинкой ну и лезем глубже в редуктор все в принципе стандартно хочу обратить внимание что в редукторе Риобе как и в Маките стоят подшипники ну это как бы в принципе я считаю плюсом шарики эти это наш ограничитель усилия то есть в зависимости от того насколько сильно на них давит пружинка получаем ограничение до определенного уровня усилия вот как выглядит в Риобе блокада патрона значит внутри патрона можем видеть как и в других любых вещах шуруповертах дрелях болт болт с левой резьбой ну и приступим к сборке нашего редуктора для начала вставим вот в эти все отверстия по шарику собираем нашу блокаду патрона потом берем вот эту муфту ставим аккуратно потом ставим вот этот венец вот эти зубчики это наш ограничитель усилия вот так не забываем также про металлическую пластинку значит перепутать какой стороной вот это поставить вы не сможете потому что здесь на корпусе есть выемочка которая подходит вот к такому пазику то есть ставим вот так и прикручиваем прикрутили наш корпус после этого начинаем ставить шестеренки поставили наши шестеренки ставим следующий блок вот так потом ставим наш пластиковый венец переключение попадаем вот так зубчиками потом ставим опять же еще следующий блок ну и под конец ставим вот этот опять же венчик вот наш редуктор и собран осталось лишь поставить переключатель ну и поставив наш переключатель остается лишь прикрутить его ну вот редуктор в принципе и собран остается лишь взять двигатель подсоединить вот таким макаром и собрать шуруповерт ну а теперь приступим к сборке магнит и фиксатор для битки не забудьте поставить а потом заводим в корпус остальные запчасти корпус большой места на все хватает заводится все очень даже легко а потом ставим уровень на место ну и можно ставить переключатель он ставится легко просто попадаем вот так как надо я думаю при сборке будет вам видно как конкретно надо ну и естественно пришел момент скрутить корпус собирается легко и становится плотничком ну и в доказательство что я ничего не сломал переключаются все работает светка пожалуйста вот ну что могу сказать по этому шуруповерту в принципе довольно неплохой шуруповерт у меня у самого такой для очень очень интенсивных работ может брать и не стоит но с какими-то профессиональными работами типа мебельных я думаю вполне справится и большим минусом этого шуруповерта является то что даже на минимуме то есть на самых минимальных усилиях этот шуруповерт может сорвать маленькие болтики то есть не очень тонкая регуляция усилия тут уже сразу довольно такая большая сила стоит поэтому вот такие маленькие болтики когда закручиваешь в пластик к примеру это я по своему опыту говорю надо аккуратно закручивать потому что иногда бывает срывает помимо этого в шуруповерте есть еще один минус в его большой 13-ти миллиметровый патрон нельзя зажать маленькие сверла ну по крайней мере без переходничков либо не намотав на сверлыш какую-нибудь бумажку то есть в принципе я допустим ощутил такой минус потому что часто довольно надо мне просверлить микроскопическим сверлом что-нибудь а не как то есть при выборе на это тоже обращать это мое внимание следует но если для дома брать если вы уверены что там допустим будете пользоваться сверлом от полторашки и выше до 13-ки то наоборот это большой плюс что патрон именно больше по размерам ну и всех с наступающим надеюсь что обзор вам понравился поэтому подписываемся на мой канал делимся этим видео на мой канал